Ура, друзья! Всем привет! Снова с вами прямой эфир и сегодня мы с вами говорим о чем? Мы сегодня с вами говорим ура! О кортизоле, о гармонии стресса, гармонии надпочечников и о том, как это все дело угомонить и взять под контроль. Наиболее важный гормон, с которым обращаются часто в консультацию и наиболее ярко выраженный гормон, который стимулирует работу надпочечников, это кортизол. Нормальный уровень этого гормона позволяет вам иметь хорошие, качественные отношения с едой, с сексом, со своими гормонами, со своим поведением, со своим настроением. Как этим всем стрессом управлять, если кортизол шалит? Это прям часто загадка для многих, но это можно делать и прям последовательно. Стресс может быть не только психологическим, да, вот как мы с вами разбирали в курсе последнем, мы говорим о целом комплексе психофизиологическом стрессе и он присутствует тогда, когда есть неправильное питание, нарушение сна, отсутствие или наоборот избыточная перетренировка называется, да. Это все тоже создает лишний кортизол. Это же стресс для организма и даже дефицит витаминов и минералов, это тоже стресс. Постоянная фоновая выработка кортизола в конечном итоге приводит к истощению, но перед этим наступает период, когда надпочечники уже начинают выделять слишком много кортизола, как говорится, последний рывок, давай с тобой рванем. Но кортизол идет в бой тогда, когда также работает адреналин и норадреналин. Тревога, нарушение сна, импотенция, панические атаки, выпадение волос, апатия, слабость, снижение концентрации, усталый болезненный вид с синяками под глазами, отечность, приливы у женщин, что вы думаете? Это избыточный кортизол. Как мы пытаемся обычно с ним справиться? Это заедание, это порочный круг у кого-то мастурбации, секса, того, в чем мы пытаемся найти энергию. На самом деле энергия ниоткуда не придет, если вы ее не научитесь восстанавливать и понимать, откуда приходят к вам ресурсы и куда они уходят. Поэтому, когда идет истощение, фаза истощения, нужно научиться в ней быть какое-то время. И когда вы поняли, как это работает с вами, вы можете уже переходить в другую фазу, фазу, которая называется «я готова», да? «Я готова действовать дальше», «я готов справляться дальше», «я готов двигаться дальше». Но только так. Если у вас случилось истощение кортизола, не нужно сразу бить панику, атаку. Необходимо обратить внимание, где вы слишком перетрудились накануне, неделю, день, месяц, где вы отдаете и где вы не даете организму восстанавливаться. Я назвала основные триггеры. Это излишний спорт, пустая еда, алкоголь, сигареты, наркотики, мастурбация, очень большая физическая загрузка, отсутствие минеральных источников, как я сказала, и также тайм-менеджмент, который регламентирует обычно сон и регламентирует ваше настроение, поведение и ситуации, в которых вы испытываете стресс. Друзья, стресс вреден. Вот сейчас я вам всем желаю доброго вечера, если вы меня смотрите вечером, и желаю всем влюлю. Всем пока, с вами Алена. Продолжение следует...